Дневной разворот На рабочем месте, но она сегодня появится Поздравляем Я утром написала ей в фейсбуке поздравление Я цифру не озвучивала, сказала, что Начинается яркая Хорошая жизнь Я считаю, что в этом возрасте Все самое хорошее начинается Присоединюсь, не буду Возражать У тебя все впереди Ну и что касается нашей сегодняшней работы Давайте по традиции проанонсируем второй час Очень интересная у нас там необычная тема Не многие знают А кто-то знает, что ровно 31 год назад Вот в этот день, 25 октября В нашем городе выступала группа кино Я думаю, не надо 31 год назад В 1986 году У меня был шанс там побывать Но я не была И кировские рокеры ежегодно отмечают Насколько мы понимаем эту дату И сегодня, в 31 годовщину Этого события, к нам в город приехал Очень известный писатель-журналист Как его называют, Цоевет Исследователь творчества Виктора Цоя Зовут его Виталий Калгин Он придет нам во втором часе После 12.05 Да, наши коллеги-телевизионщики будут снимать сюжет Так что можно будет познакомиться с Виталием Калгиным И в телесюжетах А сегодня, я так понимаю, будет некая встреча Мы ее анонсируем Ну и вообще, ты представляешь, Цоевет, Володя Вот прославишься и будет потом Сметанина Веды Как-то об этом не задумывался еще никогда Я думаю, что насчет рок-движения И приезда Цоя Можно узнать у человека Который, ну, сто процентов мог Имел больше шансов, чем мы с тобой Побывать на этом концерте У Геннадия Ивановича Плехова Который сейчас находится в нашей студии Очень необычный переход Геннадий Иванович Начальник территориального управления По Нововятскому району Заместитель главы администрации города Кирова У нас здесь Геннадий Иванович, рок любите? Люблю Вот так этот советский, вот тот кино Группа кино и вот это все, да? Молодые годы, можно сказать Все, наверное, увлекались Добрый день Здрасте Здрасте Очень долго вас ждали в нашей студии Очень рады, что наконец-то нашли вы время Мы тем самым сегодня завершим цикл передач С участием начальников территориального управления Нашего города И заместителя главы администрации Напомним, что у нас бывали И Сергей Александрович Торхов И Вячеслав Николаевич Симаков И Михаил Александрович Долгополов И мы Собственно, тема-то у нас одна Подвести итоги этого сезона В плане благоустройства Потому что мы знаем и понимаем Что этот год Особенный Очень отличается от предыдущих Большие деньги Наконец-то в этом году Ну, в том числе, большие деньги И как-то это все легло И на активность местных жителей Вот Сердце радуется, что называется Где-то радуется, где-то нет Мы сегодня выясним эти обстоятельства Потому что Опросим наших слушателей Кто живет на авиатском районе Звонить по телефону 211-101 211-101 И вы можете задавать свои вопросы Геннадию Ивановичу Вопросы, предложения Там какие-то сообщения Замечания Вот я даже тут ручку с листочком Геннадия Ивановича подготовила Пожалуйста, звоните 211-101 У нас прямой эфир Звонки мы ваши будем принимать Ну и, естественно К этой теме у нас есть опрос На сайте Сехакирова.ру И в нашей группе ВКонтакте И звучит он сегодня следующим образом Обстановка в моем дворе Ну мы попросту Мы дворы взяли То, что близко каждому из нас В этом году улучшилось Например, сделан ремонт Ухудшилось Например, появились ямы Или ничего не изменилось У нас все так же хорошо Или не изменилось У нас все так же плохо И вот не изменилось все так же плохо В ухудшилось бы отнесла Ну потому что Если нет прогресса То всегда есть регресс Пожалуйста, голосуйте На сайте Хакирова.ру В нашей группе ВКонтакте Ну а мы с Геннадимом Ивановичем Приступим сейчас К обсуждению Тех задач, во-первых Которые были поставлены В этом году Они, надо сказать Мы об этом говорили В конце прошлого года И начале этого Несмотря на большие Федеральные деньги Деньги деньгами Что называется А ответственность Очень большая здесь Правда И хорошо, когда приходят Большие деньги Но когда они приходят Так внезапно Задачи Они усложняются Я бы так сказала Непоступательное Такое движение Такое движение Мощное вливание было И нагрузка Мне кажется Кратно увеличилась Просто надо было Все успеть Так вот Какие задачи Перед теруправлением Стояли Какие объекты Какие территории Предстояло освоить И что сделать удалось Добрый день Да Давайте приступим Наверное Самое главное Это то что Жители Новоядского района То есть мы Все Как и жители города Кирова Приняли участие В реализации Таких двух Крупных Федеральных программ Это Безопасные Качественные дороги Это одна Федеральная программа И вторая Я бы сказал Комфортная среда Современная Комфортная среда Это как раз То что связано С благоустройством Дворовых территорий Ну и Это федеральная программа И Кроме того Там Масса Других городских Программ Областных программ Которых То же самое Скажем так Традиционно Мы всегда Принимали участие Что касается Дворовых территорий То Здесь Был Принцип Соблюден В городе По территориям И В нашем районе Хотя у нас Подребность Конечно Значительно выше И надо сказать Что в ряде вопросов Мы С точки зрения Благоустройства Развития Так уж сложилось Несколько Остаем от центра Города Кирова Ну мы Девять дворовых территорий Восемь Планово И плюс Дополнительно Еще Одну дворовую территорию По сути дела В рамках программы Формирования Комфорта Городской среды Девять дворовых территорий Всего их было Напомним по городу Шестьдесят пять Шестьдесят пять Ну вот Наших девять Девять У нас пятьдесят тысяч Населения Естественно Скажем так Всегда у нас Сейчас считает Десять процентов Это Как бы На большее Претендовать не могу Так условно говоря Потому что Жители Они в городе Все имеют право И естественно там Это я считаю Достаточно хорошо И мы В прошлые годы Достаточно активно Занимались ремонтом Дворовых территорий И это Плюс Опять как бы Добавка Я могу назвать Адреса По сути дела На сегодняшний день Ремонт закончен Давайте Немного Это дворов Девять Девять дворов Давайте назовем адреса Ну Советская Девятья Открыли мы Первый двор Это в самом Новоядске Конституция Одиннадцать Конституции Триа В Радужном Ну я по микрорайонам Называю Это знает Все это дело Молодая гвардия Пять Апарина Шесть Апарина Двадцать Один Кирова Тридцать А И Улица И на семнадцать Кажется Все Я хотела Я хотела Уточнить Только Геннадий Иванович Вот эти Восемь Плюс Один Дворов Они были Конкретно На федеральные Деньги Отремонтированы Да А по другим Программам Я не знаю ППМИ Еще какие-то Не знаю Муниципальные Программы По шести дворам Дополнительные работы Проводились По этим дворам С участием Средств населения Там 20% ППМИ Нет ППМИ Мы дворы Не ремонтировали То есть тут Несколько у нас Другая позиция Мы два Года Пробовали Возбудить Скажем так Интерес населения К ремонту ППМИ Но Эти конкурсы Областные Мы стали проигрывать По ряду причин Там есть объективные причины Потому что Выиграть ППМИ Двор Небольшой У нас дома Можно сказать Небольшие Там благополучатели Стало очень сложно То есть это Конкурсные процедуры Все таки И поэтому мы Перешли На участие В проектах ППМИ По общественным территориям То есть мы Парки Скверы Зоны общественные Там сказать И в Радужном На Авиатске Вот мы на эту систему Перешли И довольно Неплохо получается Да Мы к этому еще перейдем Вы сказали Плюс 6 дворов Удалось отремонтировать По муниципальным Дополнительно Дополнительно С участием Муниципалитета И Средств населения То есть это Игровые площадки Парковки То есть двор Как ремонтироваться В рамках программы Двор Ремонтироваться В рамках Той дворовой территории Которая есть Там тротуары Ну Которая сложилась Дополнительные работы Которые там Сказать Делаются Они По желанию Населения И дополнительным Участием Средств населения Вот таких Мы делали 6 Это тоже Достаточно Хорошо Неплохо Но по сути Ремонт один и тот же Что в рамках Формирования федеральной Программы Что местной Это дорожное покрытие Проезжая часть Это тротуар Это Элементы благоустройства Скамеечки Урны Освещение И если жители хотели Дополнительно Парковки Детские площадки Это уже нужно было Участвовать Своими деньгами Или софинансированием Общий подход Связанный В целом С самой программой Вы довольны Вот этим результатом Который вы достигли В этом году 15 дворов Ну я По жизни Скажем так Может быть Такой мой Как-то сложилось Так я Вечно чем-то Недоволен Чем здесь Так довольны Озвучьте пожалуйста С одной стороны Это хорошо Деть Но с другой стороны Я недоволен Это мало Скажем Мне бы хотелось Больше Я готов Работать На больший результат Но к сожалению А что не дают Ресурсами Мы ограничиваем Почему Ну все таки 61 двор На город Давайте мы 10 процентов Населения Города Кирова И сколько у нас А всем по 10 досталось Ну кому больше Кому-то больше Досталось все таки Нет ну Ленинский район У него там Извините 220 тысяч населения Там Оспаривать невозможно Я считаю Это в общем-то И целом Это достаточно Хороший результат Для Наяцка А были годы Когда больше Удалось отремонтировать Ну были годы Если там За один сезон Была Знаете Вот такая Не будем называть Фамилию политиков Бери власти Столько Сколько сможешь Проглотить Там Использовать Помните Да Нет Напомните мне Что это Секретный Времени Когда начинали Дворы Ремонтировать Это Тогда Тоже Было Такое Бери Столько Сколько Сможешь Сделать Это Когда Это Сейчас Я вспомню Какое Это Вторая половина 90-х Наверное Нет Нет Они Сейчас Год Седьмой Восьмой Может где-то А 2000 Ну и тогда Мы конечно Очень упорно Занимались Этим И тогда Нам удалось По сути дела За один год Там 30 дворов Отремонтировать По городу Или в Новояске 30 Ну мы Занимались По сути дела Приходилось Работать По сути дела Мастером Снабженцем Там И так далее И тому подобное Ну вот тогда Были деньги Была возможность Такая Работать В этом году В этом году Вот сейчас Уже Собираются заявки На ремонт дворов Следующий Собираются Или уже Закончить Прием заявок Нет Идет Как раз Самая активная Фаза Процесса Подачи Заявок И формирование Списков Да Геннадий Иванович Вы рассчитываете Все таки У вас задача Какую перед собой Ставите Насколько дворов В новом году Я вижу Звукорежиссер Нам показывает Что у нас пауза Вот вопрос Будет следующий Насколько дворов В новом году В 18 Вы рассчитываете Перерыв Сейчас перерыв Небольший Продолжим разговор С Геннадием Плеховым Начальником Территориального управления По Новоавиатскому району Заместителем Главы администрации Города Кирова Геннадий Иванович Мы такой вопрос Задавали До перерыва На Какие планы У вас на 18 Год По ремонту Дворовых территорий 9 дворов По программе Формирования Комфортной Городской Среды Федеральной Было отремонтировано В этом году Напоминаю Плюс 6 Софинансирование Населения Муниципальная Программа И что будет В следующем году Рассчитываете ли вы На увеличение Количества дворов По программе Комфортной Рассчитываем На увеличение Естественно Потому что Сейчас у нас Уже проведено 7 собраний 7 предварительных Заявок Есть на ремонт Дворовых территорий И по предварительной Информации Так сказать Где-то в пределах Еще 10 Может даже больше Еще заявится Но сколько Мы выиграем Это уже другой вопрос Это все-таки Конкурс городской И насколько Мне известно Общая сумма Финансирования В город На пределах 150 миллионов рублей Она делится Будет Делиться Там депутаты Наверное примут решение На три Направления Это дворы Это территория Общего пользования Парки и скверы И я бы сказал Что большую сумму Средств Но это мое мнение Надо направить На ремонт тротуаров Почему? На ремонт тротуаров Во дворах? На ремонт тротуаров Городских тротуаров Не на дворах А именно Вдоль Вдоль Собственно Вдоль Тех дорог Которые мы отремонтировали В нынешнем году Выясните Почему вы считаете Что проблема тротуаров Сейчас важнее Даже чем парки и скверы Для меня это очень актуально Потому что Масса вопросов И предложений от населения Которые к нам поступают Это ремонт тротуаров Вот И это наверное вопрос Даже Ну не знаю Как жители отнесутся На Аятское Но Для нас это вопрос номер один Я вот так бы выделил Эту позицию Это ведь старая проблема Проблема старая И если говорить По большому счету В прошлом году Мы не затратили Ни один рубль На Аятске На тротуарах В город Только 6 миллионов рублей Это очень мало И у меня потребность По ремонту тротуаров Если я там не могу ошибиться Несколько там сказать Мы просчитали Чуть не 18 километров Тротуаров Надо делать Ого Которые находятся В неудовлетворительном состоянии Это тротуары Вдоль основных дорог Вдоль основных дорог Улиц Пешеходные Ну Сами понимаете А когда последний раз Проводился масштабный ремонт Тротуаров на Аятске Масштабный ремонт Тротуаров Вдоль улиц Советской Проводился Тротуаров Ну уж Наверное Почти 10 лет назад Давненько Напоминаем Что улица Советская Это магистральная Основная улица Ремонт требуется Второстепенных улиц И В том числе И в Радужном И так далее И тому подобное 211-101 Номер телефона Прямого эфира Мы принимаем Ваши звонки И есть слушатели У нас на связи Алло Добрый день Здравствуйте Представьтесь пожалуйста И выскользуйтесь Екатерина меня зовут У меня вопрос Кеннадию Ивановичу Пожалуйста Мы живем В Радужном И Вот Конечно Очень хорошо Сейчас сделали У нас дорогу До Деревни Сатар До Железнодорожного Переезда Правда Только И у меня Такой вопрос Сделают ли У нас Обещение На этой улице Это по Индустриальной Дальше На Сатары Да Катерина Добрый день Я вас Услышал В плане Вот нынешнего года Пока нет Поэтому Ваше предложение Это по участку Имеется ввиду От улицы Вот от поворота Производственной Туда до Железнодорожного Переезда Да Об этом Речь идет Да Да Об этом Я вас понял Давайте Вот сейчас Пока в планах Нет Но мы При формировании Плана Внесем предложение Кировсвету Они занимаются Этой программой И посмотрим Какие перспективы Если оставите Контакты Мы вам Ответим Ну я Писала Уже Главе Города Сказали Что там Нет денег На финансирование Они там Посчитали Сколько столбов Надо поставить Ну это в нынешнем году Я говорю О будущем годе И там Сказать Может быть Там 18-19 год Это Просто там Вообще Невозможно Ходить Я согласен Очень хорошо Что сейчас Там дорога Хотя бы Вот за это Спасибо большое Спасибо Спасибо Екатерина Да Геннадий Иванович Взял все на карандаш Этот вопрос Будет Я уверена Проработан По крайней мере По Опыту наших эфиров Мы много лет Уже здесь встречаемся С начальником Комитета управления Всегда бывает так Что при следующих встречах Большое количество Вопросов Которые вы задаете Проблемы Которые ставить Решаются Кстати говоря Хороший переход Такой Геннадий Иванович По поводу освещения Да Потому что Все таки У нас темновато Вот темновато И не только На окраинах И в микрорайонах Которые далеки От центра Но и в центре города Это тоже темновато Вот освещение Есть Этой проблема Ну у нас Проблем Много И один из Вопросов Который Параллельно С созданием И с ремонтом Довровых территорий Там С обустройством Тротуаров Въездов Надо решать И с освещением Хотя по Многоквартирным домам По Дворовым территориям Проблем Я не вижу Там они В планах Все решается У нас больше проблем По частному сектору И вот по таким Участкам дорог Где Освещение Вообще Это производственная зона Рядом с Ажбиком И не является Приоритетом Получается Ну в какой-то степени Если уж так Кто это понимает Да пока Сегодня это не является Приоритетом Этот участок дороги Потому что Приоритеты Сегодня Те Объекты Улицы Населенных пунктов Где проживает Само население Подождите Вы говорите Неприоритетные А как это Отремонтировали Отремонтировать Он вошел В ремонт Люди голосовали За этот участок Или что Или как Почему Голосовали Он отремонтировался Вместе Улица индустриальная Улица индустриальная Ремонтировалась Направление Отсошений До радужного И улица индустриальная Заканчивается У железнодорожного Переезда Кто там понимает Все это нормально А то что Она ведь Дорога ремонтировалась Но не освещение Ремонтировалось И предусмотреть Невозможно Ну естественно Вопрос возник. Посмотрим вместе с руководителями предприятий, которые там находятся, и просчитаем экономику. Дальше видно будет. 211-101, номер телефона прямого эфира. Жители Радужного, как обычно, самые активные, я бы сказала, в нашем городе. Звоните нам, пожалуйста, и дальше со своими предложениями и вопросами. Давай вернемся, Володя, я предлагаю все-таки к тротуарам. Хотелось бы эту тему продолжить, потому что вы говорите, что даже тротуары вдоль основной дороги не менее 10 лет назад ремонтировались. В общем, да, действительно, мы видим благоустройство тротуаров в центре города, потому что оно стыдно, товарищи, когда ты идешь в центре полумиллионного города, да и не в центре, где угодно. Идешь по глине вместо того, чтобы идти по тротуару, это просто какой-то, честно говоря, прошлый век совершенно, и тротуарами заниматься нужно. И вопрос этот активно обсуждался еще три года назад. Прямо вот все рассчитывали, что вот сейчас мы займемся тротуарами, вот клумбы все посадим, и будут у нас еще и тротуары. Но как-то раз, и он отодвинулся. Я не помню, в связи с чем вдруг тротуары отошли на задний план. Но ваши коллеги и господин Перескоков, тогда еще возглавлявший администрацию города Кирова, точно нам говорили, что 18-й год должен стать годом тротуаров. Я надеюсь на это. Я вас поддерживаю в этом отношении. Я вам высказал свою позицию и ту позицию, которую я высказываю в городе и депутатам городской думы, именно по перераспределению средств, связанным с этим, максимально направить средства на тротуары, на ремонт тротуаров. А цена вопроса, вот эти 18 километров, вы сказали, подсчитывали уже? Ну, квадратный метр тротуара, там, как специалисты считают, что квадратный метр тротуара где-то стоит от 1100 до 1200 рублей, поэтому вот цена вопроса там. Это в Новоавятске, то, что вы планируете? Это везде, там сказать. Ну, я имею в виду 18 километров. Средняя цена, там, стоимость или в брусчатке, или в зависимости, асфальт, там, где как ложится, ведь там все по-разному. Вы говорите о перераспределении денежных средств. Вы надеетесь, что вас услышат депутаты городской думы, и можно будет эти 150 миллионов поделить несколько по-другому, нежели это было в 17-м году в нынешнем. Мы знаем вот три части, вы их сами назвали. Это дворовые территории, парки и скверы, и вот тротуары, да? И в перерыве даже, когда мы с вами продолжали обсуждение, вы говорили, что даже не столько парки и скверы сейчас просятся благоустраиваться, сколько вот тротуары насущной необходимости, да? Да, потому что парки и скверы, ну, это, как бы, я свое мнение высказываю. Мы парки и скверы, я еще раз вам подчеркну, мы активно сегодня приводим в порядок с помощью населения, с помощью участия в городских программах и программах ППМИ. Вот парк ЛПК, парк в Радужном, два парка, там, сказать, они с участием населения, вот последние, открыли такую многофункциональную площадку в Радужном, там, мы, вот, инициатива была по 30 скверам, мы там, сколько у нас, 7 скверов, первую десятку вошли по опросу. Да, и мы, собственно говоря, занимаемся этой работой, хотя там, как бы, вот один на один с этой проблемой в районе остаемся, но мы готовим очень хороший проект по центральному, вот, ну, как у нас площадь Апарина, так, хотя она юридически не оформлена, но эту зону по инициативе общественности создали общественный совет Ольга Мясникова, который возглавляет, и мы занялись восстановлением, посудила приведением, или даже, правильно назвать, ну, созданием такой зоны отдыха в данном микрорайоне, и мы уже приступили, мы сами принимали участие уже сколько, в двух-трех субботниках, мы уже площадку вычистили, у нас есть проект, мы заявляемся с данным проектом на будущий год, там, и несколько лет, там, года нам не хватит, я думаю, года за два, мы его вообще, вот, шикарный такой. Заявляетесь в ППМИ? Да, ППМИ, да, все у нас уже решено, и мы все это делаем. Мы сейчас прервемся буквально на две минуты, хотелось бы с ППМИ продолжить, понять, насколько люди сейчас осознали, что есть такой инструмент, и не чувствуете ли вы, там, угрозы потери этого инструмента? Вот если вдруг на ППМИ будет меньше денег, например, выделяться, насколько это скажется на жизни района? Продолжается дневной разворот благоустройства Нововятского района. Итоги сезона мы подводим и даем ориентиры на следующий сезон. 211-101, номер телефона прямого эфира. Геннадий Плехов, начальник территориального управления, у нас сейчас в студии на сайте хакиров.ру и в нашей группе ВКонтакте. Продолжается голосование. Голосование касается не только Нововятского района, а всего города. Мы спрашиваем у вас, насколько изменилась обстановка в этом году в вашем дворе. Вот на сайте хакирова, уважаемые коллеги, 50% отвечает, что ситуация улучшилась. 50%. Например, сделан ремонт. Кардинально противоположная ситуация на нашей странице ВКонтакте. Лидирует вариант ответа. 55% не изменилось, у нас все так же плохо. Мы видим, что в среднем 10% от всех дворов в этом году получили поддержку по программе «Комфортная городская среда». И сейчас идет прием заявок на будущий год. Мы об этом уже сказали. Только нужно сказать, куда обращаться активным гражданам, представителям дворов и домов, если они хотят поучаствовать в этой программе в следующем году. Я отвечу, я только вернусь к опросу. Может быть, свою точку зрения выскажу. Почему там пессимические такие настроения изменилось, мне кажется, зависит от самих жителей. Если они именно хотят, чтобы их двор был комфортный, культурный, удобный для детей, то надо просто-напросто проявить немножко собственной инициативы. А, к сожалению, в ряде случаев, там, вот они, ежедневенческие настроения просто-напросто присутствуют везде. Все. Кто-то должен прийти, кто-то должен сделать. Там, не назову какие-то слова, там, свободно можно бросить окурок, пустую бутылку, пакет и так далее, и тому подобное. И кто-то должен это прибрать, там, сказать. Мне кажется, что место собственного проживания комфорт создают сами жители. Если они хотят это сделать, вот они, примеры активности населения, когда можно дворовые территории, детские площадки обустраивать. И даже скверы. И скверы, даже, там, сказать, обустраивать, участвовать в субботниках и так далее. Если мы сегодня, вот, давайте на улице остановим 10 человек и спросим, а какое ты участие принял сам, лично, в благоустройстве города, в своей детской площадке, где у тебя играют дети, сквера, в котором там вы ходите гулять. Давайте посмотрим, сколько человек ответят. А вы приняли участие в субботнике? И у нас, когда смотришь в нашем виртуальном пространстве, скажем так, оценку, вот там, кто-то принял участие в субботнике, кто-то не так, там, перчатки надел, кто-то грабли так не так взял, а сам-то ты так умеешь. Ну, давайте, давайте уже скажем людям, что им нужно сделать. А нужно касаться по проекту поддержки. Нет, нет, подождите, сейчас мы про проекту скажем. Давайте все-таки по комфортной городской среде. Если хотим в комфортную городскую среду, что нужно сделать? Я бы первым делом, если кто-то проявляет такую инициативу, если вы что-то, кто-то вот не понимает это, обратитесь к территориальному управлению. К кому конкретно? К любому телефону, к любому специалисту, там сказать, территориальное управление. Территориальное управление все разъяснят. А если так по большому счету говорить, то вся информация по участию, вся документация на сайте администрации города Кирова в разделе комфортная городская среда. А реализация проекта формирования комфортной городской среды. Да, она вся там выложена, вся она там есть, есть в центрах местной активности. Все, поможем, все сделаем. Это просто-напросто гарантироваться 100 и плюс 50. То же самое про ППМИ, можно сказать. То же самое про ППМИ. Обращаемся, есть желание там что-то сделать, идете в территориальное управление или звоните там любому специалисту и говорите, мы хотим благоустроить то-то, в какой программе нам поучаствовать. И вас направят. Все разъясним, все поможем, все сделаем. Так вот что касается ППМИ, потому что... Давайте проговорим дату все-таки еще. До какого числа? До 15 ноября. Да, по документам. Работу надо проводить, издавать документы, мы все объясним. Там есть условия, когда надо посмотреть, когда двор не может принимать участие. Надо это посмотреть, срок двора, финансирование было ли бюджетное за последние годы по двору. И тогда можно смело участвовать. Осталось 19 дней, друзья. Отсчет обратный пошел. Приходите, участвуйте, творите, дерзайте. ППМИ. Так вот, каждый год мы говорим о том, что ППМИ, в принципе, вроде бы как подчеркиваем, что ППМИ способствует развитию гражданской активности нашего населения. Что это такой хороший инструмент, который позволяет самостоятельно принимать решения, чувствовать себя хозяевами, отвечать за то, что вы там выбираете и доводите дело до конца. И вроде бы мы видим, что ППМИ, действительно, вы тоже говорите, вот шесть дворов с участием ППМИ отреставрировано. Вот скверы и парки в Новоавятске тоже с участием ППМИ делаются. Вроде бы мы видим результаты. Но все равно каждый год есть какие-то сомнения насчет того, будет развиваться проект дальше или нет. Вот вы задумываетесь каждый год над тем, будет у вас возможность в следующем году, будет этот проект или нет. Ставится этот вопрос, как-то обсуждается, какова позиция теруправления Новоавятского района по этому проекту. Вы ее где-то озвучиваете? Это естественный вопрос. Мы ждем решения, потому что это правительственный, скажем так, проект, правительство Кировской области, получившее высокую оценку на самых высоких уровнях. Это, естественно, привлечение населения. Для нас он важен, потому что это дополнительное бюджетное софинансирование, опять же, связанное с благоустройством. А людям-то он важен? Вот люди-то осознали. Ладно, высокие оценки, это хорошо. А вот оценки, которые на земле, они какие? Ну, как не важен, если мы... Вот парк ЛБК, он превратился, по сути дела, вот с помощью ППМИ, общественного совета, молодых ребят. Он сегодня в отличный детский городок, в танцевальную площадку. Сегодня второй проект, там, сказать, у нас уже сцена делается, ну, эстрада такая на танцевальной площадке. Посмотрите в Радужном, какие проекты реализованы и в чего превратился там сквер, нижний сквер, Нишкин сквер, так называемый, там, сквер наверху, проспекта строителей. Как не важны, там, сказать. Люди же сами участвуют в этом. Кроме того, в проекте в ППМИ еще есть городские конкурсы, когда население обустраивает дворовые территории, детские, спортивные площадки. Ну, там, мы знаем, деньги небольшие, но все-таки хочешь что-то. Там большая доля самого населения. Самого населения, и на сегодняшний день мы считаем уже, ну, как сказать, сбились со счета, наверное, количество детских, спортивных площадок, которые уже обустроены во дворах. Ситуация кардинальная же изменилась. Но вы чувствуете этот запрос, что люди хотят и хотят, и еще, и еще, и еще? Есть предложение. На Авиатске сегодня работают 85 органов ТОС, три общественных совета. Это уже общественные советы, совершенно другая, более такая уже современная форма участия населения. Это уже решаются вопросы не просто отдельно взятой дворовой территории, там, местнические, скажем так. Это уже целые вопросы микрорайонов решаются. Три общественных совета, они работают довольно успешно. Вот кто занимается комплексным развитием территорий, Володь, общественные советы. Ну, по сути дела, общественный совет в Радужном, это именно он все дела и решает. И мы с ним, с общественным советом, согласуем все вопросы дальнейшего развития. То есть, например, дворовая территория, приоритет дворовых, ремонт дворовых территорий решат общественный совет. То есть это не я решаю. Вот поймите правильно. То есть расставляют по порядку, что будем в первую очередь ремонтировать, что потом... Конечно, со слезами, со спорами, с труганью, ну, с недовольством каким-то. Но это там все выплескивается. Это там, внутри, да. Ну, это такое доброжелательное, скажем так. Да-да-да, соседская такая идет работа между соседями. Настоящая комьюнити в Радужном образовалась, это да. Ну да, там достаточно успешно мы надеемся и на дальнейшее развитие. У нас остается три минуты до окончания эфира. Давайте мы с вами краткосрочные и долгосрочные планы наметим. Я вот не знаю, можно ведь, наверное, сказать, когда мы заговорили в перерыве о дорогах, вы говорите, я говорю, ну, дороги-то ведь подделали в этом году, хорошо. А Геннадий Иванович говорит, не бы еще два года. Вот еще два года, и вот тогда будет хорошо. Ну, я просто отметил два года, то, что по территории района, если два года такое же финансирование будет такими темпами, то максимально, ну, мы подойдем, наверное, скажем так, к максимальному количеству дорог. Их никогда не закроешь, естественно, но такого же качественных, комфортных дорог по Авиатскому району. Раз. Мы на сегодняшний день формируем список, предложения даны. Вот сейчас как раз идет в городе совещание уже по техническим таким вопросам, по формированию данного списка. По дорогам? По дорогам. Мы дали заявку на будущий год на 20 километров. Рассчитываете получить? Ну, хочу. Да. Так, 20 километров на будущий год и еще год. Тротуаров на следующий год неплохо бы сделать, 18 километров. Ну, наверное, не удастся, но хотя бы... Ну, а реально-то оцениваете... Реально, я думаю, что если деньги будут выделены, ну, в пределах, может быть, 5 километров, так общий километраж, а там, так сказать, получится. Слушай, ну, город, давайте хоть не 5, давайте хотя бы 9, половину, половину. Так, хорошо, тротуаров надо 18, рассчитывайте на 5. Дворов надо, я смотрю, вы говорили, будет, скорее всего, всего 17 заявок, ну, по крайней мере, по нынешней ситуации. Ну, я думаю, что там мы сможем выделить нам финансирование, может быть, там, до 10. До 10 и 2. Да, а надо нам еще бы порядка, там, где-то до 50. До 50. Не уверенно, Геннадий Иванович, как ты прогрел? Освещение, освещение. Ну, как вот не уверенно, это потому что не в моей компетенции, мы же живем в городе, я прекрасно понимаю, что такое бюджет города, как никто другой. И надо реально смотреть, хотелки, они накладываются на реальную картинку. И не все так просто с бюджетом в городе. Да. Я, как говорится, государственный, я чиновник, я должен соблюдать, в том числе, интересы жителей, в том числе и вас, которые живут в других районах. Освещение, Геннадий Иванович. Освещение, это отдельная тема, и конкретно по цифрам я не могу сказать, но мы в нынешнем году освещаем парк ЛПК, полностью освещение. То есть в большей степени, а текущие вопросы связаны с освещением вот таких небольших, там столб, там два, там три фонаря. Повесьте, это они каждый день решаются эти вопросы. Речь идет о замене старых фонарей и столбов? Есть о замене и старых фонарей, есть и об установке новых где-то что-то линий. И вот здесь самая большая проблема, которую мы с вами обсуждать не можем сейчас, но мне кажется, ее обозначить все равно нужно. А с сетями у вас как, Геннадий Иванович? Как во всем городе? Тепло. Да. Это отдельная тема разговора, это целая программа по модернизации сетей на Айатском районе. Мы к ней приступили, строительство котельных и так далее и тому подобное. Поэтому за одну минуту... Надо, Володь, сделать такое, да? Мы даже не прокомментируем, поэтому здесь проблема есть, но данной проблемой мы занимаемся. Вот это мы сделаем отдельную программу, я думаю. Да. Мы следим внимательно за этими вещами, хочется понять, какие есть главные движения. Жители интересуют эти вопросы, и у нас есть тоже самые вопросы, но мы занимаемся. И все в реализации находится. Ну, сейчас все жители многоквартирных домов тепло имеют на Айатском районе, и все нормально. Естественно. Геннадий Плехов, начальник территориального управления по Ново-Айатскому району, замглавы администрации Кирова, был в гостях дневного разворота. Благодарим, Геннадий Иванович, рассчитываем, что вы придете, мы поговорим про отопление и про сети. В следующий раз. Сейчас первая часть дневного разворота завершена. Мы прерываемся на 20 минут. Новости, тематические программы и реклама.